Олег Лесный с нами на связи, это президент аналитического центра политика. Олег, здравствуйте, рад приветствовать. Здравствуйте. Вот данное перемирие, инициатива Макрона. Вот понимаем позицию Макрона, хочет только мира, хочет сделать все как можно лучше, но и также принимаем слова президента Украины. Судя по всем тем перемириям, так называемым, которые длились с 2014 года, после оккупации Крыма, после оккупации части Донецкой и Луганской областей, ну ни одного дня не было таких перемирий, чтобы не было провокаций со стороны российских оккупантов. Тут же тоже верить нельзя. Скорее всего, Макрон пытается быть, знаете, умным и красивым. В плане того, что он был резок, достаточно резок, и в своих заявлениях относительно войск Франции, Франции, которые могут там при определенных условиях попасть на территорию Украины, и другие жесткие заявления, а теперь вот он как бы их уравновешивает, демонстрируя о том, что он видит и варианты, которые могут быть лайтовые. Но на самом деле, мне кажется, что это ошибочный ход изначально, потому что он, как по мне, субъективное мнение, поддается мнению его предыдущую риторику, более жесткую. То есть нужно определиться, или мы идем до конца, и мы знаем, что это вот государство-террорист, хотя оно пока что не признано в таком статусе, но все равно. Или мы играем в какие-то морально-этические игры с серийным убийцей. Ну, в любом случае проигрывает тот, кто эту игру навязывает, да, серийным убийцам, потому что у него нет, как у социопата, никаких ограничений. Он будет делать так, как хочет. И президент правильно сказал, что в любом случае россияне эту паузу используют для того, чтобы перетянуть на нашу территорию тяжелую технику и живую силу. Так может лучше Макрону пойти на встречу своим французским коллегам и разрешить французским оружием бить по территории России? Ну, тогда, наверное, мир скорее будет справедливо установлен, нежели мы будем давать шанс Путину перепрошиться, потянуть еще больше сил и ударить еще с большей силой, извините за тавтологию, по украинской армии. Смотреть на нынешнее заявление и на продолжение борьбы и защиты границ Украины, если говорить за Харьковскую область, там, где последнее время ожесточились бои, и российские оккупанты пытаются захватить Волчанск, силы обороны дают мощный ответный удар и не дают этого сделать. Можно ли говорить о том, что и политика наших партнеров европейских может также измениться с более дипломатической на более радикальную, опять же, не воспринимайте это буквально слово, но все же, более резкие заявления касательно борьбы с российской агрессией мы слышим от лидеров стран, стран балтийских стран, от Польши, то есть те, кто непосредственно в близости с Российской Федерацией. Можем ли мы слышать такое и от наших дальних партнеров? Вы знаете, мне кажется, время слышать уже прошло, потому что заявления иногда звучат прекрасно и с Вашингтона, и с того же Парижа, Британия, но она там и словом, и делом, как говорится, да? Нам нужно, наступило время действий, потому что диктатор или вот такой фюрер, как Путин, они очень четко следят за словами и интонациями, но еще больше они следят за действиями. Если интонации и слова жесткие, а за ними не идут действия, Путин это расценивает как слабость. И поэтому западу, как они называют, коллективному западу достаточно уже говорить, надо действовать. Хорошо, не хотите действовать в режиме рыцарских турниров с открытыми забралами и так далее, действуйте. Это я уже неоднократно и в Ваших эфирах говорил. Действуйте гибридно. Действуйте так, чтобы это можно было трактовать как угодно. И Российская Федерация с 2014 года пользуется гибридной формулой. Их там нет, это не мы, это куплено в магазине. Ну хорошо, давайте тогда мы скажем точно так же, что условные Таурусы, но пока о них даже речь не идет, мы купили в магазине, у нас они все продаются. Там же и танки продавались во время 2014 года. А с другой стороны, Россия давно уже подтвердила Коношенков, или как там у них есть, неоднократно о том, что по территории России были нанесены удары всеми зарубежными видами техники. И что, после этого началась ядерная война? Нет. Так, может, давайте поможем Коношенкову говорить правду? И это будет нормально воспринято Путиным. Как это ни парадоксально звучит, он увидит силу. А так он видит, знаете, такие действия, которые не на полную силу идут, а они вот иногда даже просто как имитация чего-то. Уже прошло время играть в какие-то тонкие игры. Нужно, как на ринге в последних раундах, надо уже просто рубиться. А Запад к этому пока что не готов. Просто, понимаете, Олег, вот, например, Соединенные Штаты Америки. Беспрецедентный лидер по поддержке Украины. Джо Байден, который приезжал под вой воздушных тревог в центре Киева и ходил с президентом Зеленским, обсуждали, договаривались о возможных поставках. Сейчас видим новый огромный пакет военной помощи, за что огромная благодарность. Но вот все равно мне непонятны некие месседжи. Вот касательно атакам по территории Российской Федерации. Видим, как какие-то, давайте скажем так, какие-то неизвестные ракеты поражают Черноморский флот в украинском, хоть и временно оккупированном Крыму. Новейшую систему ПВО, секретную базу, также уничтожили. Это одно дело. Но ведь мы видим и, например, Белгородскую область, откуда заходят периодически российские ДРГ. Вот сейчас по Харьковской области видим, как они спокойно зашли, понимая, что там лесная местность. И в принципе, как такой границы, это больше как серая зона. Вот в эфире нас военные исправляли, говорили, что поймите, это серая зона. И у россиян это серая зона, и у нас это серая зона. Но я читаю подписантов римского статута. А США там нет. В 2000 году они подписали римский статут, Билл Клинтон в 2002 отозвали свою подпись. То же получается, что Путин сейчас может приехать в США и его там не задержит. То есть, знаете, радикальные действия, радикальные заявления. Но что касается политической силы, политической воли, вот я задаюсь вопросами. И это без критики. Это чисто для моего понимания, которого пока что нет. Вы что-то об этом знаете? Ну, смотрите, я тоже как бы задаюсь не одним вопросом. И каждый украинец задается вопросом, почему именно так, почему не поступают так, как с Израилем. Почему не сбивают ракеты так, как над Израилем. Ну и почему, почему, почему. Мне кажется, что здесь, наверное, где-то зашита и логика выборов. И мне кажется, но это субъективное мнение, что у Байдена нету как бы визии, да, того, что он хочет продать своим избирателям на этих выборах. С другой стороны, у него есть пример там Буша, если не ошибаюсь, да, когда он там выиграл войну, но он ее выиграл не сразу перед выборами, поэтому проиграл Клинтону, да. Ну, условно так говорят американцы. Может быть, здесь тоже вот такой прагматизм, чтобы показать вот эту вот победу, как он ее сформулирует на тот момент, как можно ближе к выборам. Возможно. С другой стороны, мне кажется, что американцы не нарисовали себе сам вот этот образ победы, своей победы над Россией. Это очень важно, потому что здесь даже не стоит цепляться нам за этот термин, чья это, чья это победа. Наша, союзников, наша вместе, потому что победа никогда не бывает сиротой. У победы всегда очень много родственников, поэтому мы должны этим пользоваться и как бы подталкивать Соединенных Штатов к тому, что это ваша победа. Это можно продать, и на этом можно в том числе выиграть и выборы, да. И Трамп это тоже понимает, он тоже уже с этим всеми играми играет, да. Поэтому, мне кажется, что здесь политическая составляющая, она нам больше вредит, нежели помогает, потому что вот избирательная гонка, она всегда очень цинична, потому что конечная цель у Украины победить, даже не так, выжить и победить. А у той же администрации Соединенных Штатов нынешних, да, победить на выборах. Почувствуйте разницу, да. И мы в этом всем живем, и нам остается только очень плотно работать с нашими партнерами, потому что я уверен на все сто процентов, что судьба Украины, судьба Европы, судьба мирового порядка, если хотите, решается на поле боя Украины. Сейчас огромные надежды на глобальный саммит мира, который произойдет уже, пройдет в следующем месяце в Швейцарии. Кстати, в нашем эфире говорили с Михаилом Подоляком на эту тему, он сказал, что подготовка идет максимальнейшая. И пока что рано говорить о том, какие могут быть результаты, но уже первый сигнал того, что около ста представителей, либо лидеров тех или иных стран приглашены и подтвердили свое участие, это мощный сигнал и для диктатора Путина в том числе. Но, с другой стороны, массированные ракетные атаки по территории Украины, непосредственно по столице, по Киеву были. Полномасштабное вторжение было. Сейчас вторжение продолжается, штурм продолжается на Донецком, Луганском, Запорожском и Херсонском направлениях. Сейчас также видим, активизировалась Харьковская область. То есть, уже все возможные сценарии, кроме ядерки, по факту, уже были. Что может быть сигналом для западных партнеров еще быстрее, еще радикальнее реагировать на противодействие российской агрессии? Как вы думаете? Вы знаете, вот даже, мне кажется, даже эквивалент ядерки был, это когда взорвали дамбу, да, по вреду и по силе, это фактически приравнивалось некоторыми экспертами к тактическому ядерному заряду, да. Ну и это как-то Запад пропустил. Но уже вот ядерная безопасность была под вопросом, да. И все равно как-то, учитывая того, насколько Запад боится этого всего или допускает, что Путин может на это пойти. И все равно не были другие действия, более агрессивные, как вы сказали недавно, радикальные, да. Я не хочу быть, знаете, какой-то там Кассандрой, которая хочет крови, но мне кажется, что может сильно повлиять, то есть кардинально изменить линию поведения какая-то агрессия, направленная не против Украины. Гибридная, не гибридная, любая, которая коснется непосредственно уже того Запада, который находится под зонтиком НАТО, который находится за границами, как минимум, Украины. К сожалению, других вариантов я пока что не вижу, потому что что произошло? Для зрителя, для политика зарубежного война превратилась в цифры и стрелочки на карте. А в начале войны это было особенно буча, которая сколыхнула весь Запад. Это были конкретные жизни людей, и тогда человек переживал это, когда видел. Сейчас он видит цифры, видит стрелки, и эта информация ему неприятна, потому что это о войне. И он пытается максимально, как любое существо, дискомфорт убрать на задний план. В новостях увидел, все, и дальше, до свидания. И масс-медиа западные тоже отвечают запросам своей публики. Они уже меньше начали этого показывать. Поэтому вот такая вот позиция, не сел, не встал, называется у западных политиков. Плюс нету сценария мир после России, мир после Путина. Здесь очень комплексная проблема, и нам надо вот на таких саммитах выслушать наших партнеров, наших гостей, условно, на этом саммите. Все равно это базируется все на формуле Украины. И пытаться искать какие-то пути коллективного решения. Потому что когда весь мир будет поддерживать какое-то прогрессивное действие, то тогда что-то может произойти. Если мир будет после этих саммитов разъезжаться каждый к себе и думать только о себе, ну это неправильная история. Потому что этот саммит и формула не про Украину. Это вообще о глобальном миропорядке на будущее. Вот это нужно понимать. Понимают ли наши партнеры это? И те, кто участники нашего саммита? Увидим в ближайшее время. Олег, огромное вам спасибо, что нашли время присоединиться к эфиру. Напомню, Олег Лесный, президент Аналитического центра политика, с нами был на прямой связи.